В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте! О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. О региональном здравоохранении, дорогах в областном центре и натянутых отношениях с администрацией Владимира. Губернатор Сипягин ответил на вопросы журналистов. Мы прекрасно понимаем, что нет ни одного региона в Российской Федерации, где эта проблема не была бы на острие критики. Заявила не как гендиректор музея-заповедника, а как жена и мать. Светлана Мельникова прокомментировала уголовное дело бывшего мужа и заявление следкома по своему сыну. Та статья, по которой в доме, в офисах проводились многочасовые обыски, по этой статье абсолютно оправдана. В центре внимания молодежные инициативы. Десятиклассница предложила особые условия застройщикам, которые помогают решать проблемы обманутых дольщиков. На каждом этаже проработки моей инициативы Владимир Николаевич оценивал мою работу с точки зрения правильности. Губернатор Владимир Сипягин провел пресс-конференцию. Общался глава региона с журналистами без малого два часа. Сипягин высказался по многим проблемам. В этом выпуске мы остановимся на региональном здравоохранении, дорогах в областном центре и натянутых отношениях между Белым домом и городской администрацией. В частности, о планах мэрии увеличить аренду музейщикам, которые снимают у муниципалитета площадь под музей природы на улице Мира. Мы прекрасно понимаем, что нет ни одного региона в Российской Федерации, где эта проблема не была бы на острие критики. Я тоже это прекрасно понимаю, но администрация Владимирской области имеет очень четкий план в этой сфере. Поручение президента не нарушено в связи с тем, что был перенос его сроков, который был согласован с Министерством здравоохранения. И этот срок заканчивается 31-12-19-го года. Есть федеральная задача централизовать скорую помощь в субъектах Российской Федерации, централизовать ее работу. Это даст, первое, единую диспетчерскую службу. Единая диспетчерская служба, которая возьмет на себя полный контроль за всеми машинами скорой помощи. На территории Оргтруда никоим образом не будет ухудшаться медицинское обеспечение. Никоим образом. Если с точки зрения машин скорой помощи, значит там есть точно так же, как и раньше, закрепленная машина скорой помощи. В этой больнице, которая закреплена в городской больнице номер 7, на постоянной основе работает фельдшер, который оказывает неотложную медицинскую помощь. То есть есть скорая помощь, есть неотложная. То есть у бабушки поднялась температура, она приходит в эту больницу, обращается к этому врачу. И он тут же вызывает еще одну, еще один автомобиль, который закреплен за этой больницей. То есть два автомобиля, которые работают в постоянном контакте и решают проблемы с жителем поселка Оргтруда. Поэтому я хочу вам гарантировать, что медицинское обслуживание никоим образом не ухудшится для жителей поселка Оргтруда. – Чтобы продлить дорогу через Чапаево и дальше с выходом на проспект Ленина. Смотрите, идет широкая дорога с юго-запада, она четырехполоска. И потом она будет сжиматься, потому что Чапаево не позволит сделать четырехполоску. Не позволит? Не позволит. Нужен комплексный подход. И мы об этом постоянно говорим. Потому что то пытаются вот эту развязку сделать, то пытаются сейчас обсуждать. И не знаю, как они будут решать проблему с Диктор-Львитана дорогу запустить. Но слушайте, там тоже будет коллапс. И город это постоянно что-то точечно пытается обсуждать. Потому что давайте сядем и обсудим комплексное решение проблемы. И определим план развития на ближайшие пять лет. И пойдем по этому пути. Сумма дотаций, которая распределялась по Владимирской области, была миллиард сто. Все взяли, а город Владимир не взял. Как? Пройтись по музею природы, по Владимирсо-Судовскому музею-заповеднику? Ну уж вообще, ну что это такое? Слушайте, ну вот. При этом максимальная неэффективность использования других зданий, которые сдаются в аренду коммерческим структурам. То есть, значит, мы детские учреждения будем по полной нагружать арендой по 100% стоимости. А частнику, который сдает субаренду Сбербанку? Нет, пожалуйста, я вот 3 копейки и зарабатываю на этом. Слушайте, это эффективное использование. На заседание, которое состоялось 18.06.2019 года, заседание, которое рассматривало вопросы по межбюджетным отношениям, были приглашены представители, на наше заседание, представители городской администрации, для того, чтобы обсудить как раз вот эти наши межбюджетные взаимоотношения. Вы думаете, они пришли? Нет. Такие обвинения, как преднамеренное банкротство предприятия и злоупотребление полномочиями, в суде не устояли. И вот реакция Светланы Мельниковой на это решение суда. Я прекрасно отдаю себе отчет, что оглашение приговора Алексея Александровича Мельникова сегодня является в зоне общественного внимания. И я бы хотела по этому поводу сказать следующее. Что по трем статьям из пяти он был полностью оправдан. И обращаю ваше внимание, то та статья, по которой в течение года Алексей Александрович находился в СИЗО, та статья, по которой в доме, в офисах проводились многочасовые обыски, по этой статье абсолютно оправдана. Помимо приговора Алексея Мельникову на прошлой неделе, в информационную среду попала информация о задержании старшего сына Мельниковых Петра в Литве. По словам представителя регионального следкома, вина Петра Мельникова в том, что через подконтрольные ему фирмы проходили многоступенчатые сделки по выводу денег с завода. Обвинение Петра Мельникова заключается в том, что он пока по примерным подсчетам средств обналичил не менее 500 миллионов рублей, которые могли бы быть прибылью акционерного общества. Сейчас осуществляется процедура по экстрадиции его в Россию, и мы надеемся, что наши коллеги в Литве откликнутся и выдадут российской стороне лицо, которое обвиняется в совершении экономического преступления. На пресс-конференции Светлана Мельникова дала понять, что ее сын Петр сейчас на свободе, а задержание, если можно говорить, то только в прошедшем времени. Когда нигде не скрывался. Когда в августе прошлого года он пришел в миграционную службу, ему была предъявлена бумага, что против него заведены следственные действия. И на основании этого документа по договору между Литвой и Россией он действительно был задержан. После предоставления прокурору всех затребуемых документов он был отпущен. Поэтому заявление госпожи Мининой, которое прозвучало после оглашения приговора, я расцениваю исключительно как манипуляция общественным мнением. На 52-м году жизни скончался экс-вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков, соратник Светланы Орловой. При ней в областной администрации он контролировал управление по социально-хозяйственному обеспечению, протокольно-организационное управление и управление по работе с обращениями граждан. При новом губернаторе Лобаков проработал недолго. Через полтора месяца после инаугурации Сипягина в ноябре 2018-го Лобаков добровольно подает в отставку. У него были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи не смогли ему помочь. А теперь коротко о других новостях. Губернатор Сипягин за то, чтобы улица Северная во Владимире снова стала сквозной. Тогда она смогла бы разгрузить улицу Мира, поскольку стала бы ее дублером. В 90-й участок проезжей части на Северной закрыл завод электроприбор. В 2013-м мэрия вернула его в муниципальную собственность. Но, как пишет Сипягин в письме Гдеева, администрация города Владимира остановилась на половине пути и не стала добиваться в суде расторжения кабального для областного центра договора аренды. Сипягин просит главу города вернуться к рассмотрению вопроса на горсовете. Со своей стороны он предлагает городу в этом вопросе всестороннюю поддержку, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Серебро и бронза муромских военнослужащих. На ОКЕ завершился первый этап конкурса международных армейских игр. Муромские команды заняли второе и третье места, уступив победу военнослужащим Ростовской области. Конкурсанты должны были оперативно переправить боевую технику через АКУ. Еще одним из этапов была инженерная разведка водной преграды и преодоление противотанкового рва. В конце соревнований военные должны были собрать паром для переправы самоходных артиллерийских установок на другой берег. Всего в этом году в соревнованиях принимало участие более 1200 военнослужащих и 500 единиц военной техники. По словам начальника инженерных войск России Юрия Ставицкого, ежегодно участники конкурса показывают все лучшие результаты, а полученный опыт передается коллегам и применяется военными на службе. В области появится 10 стационарных камер фото-видеофиксации. На одном из совещаний губернатор Сипягин подчеркнул, что надо работать над снижением смертности и количеством аварий на дорогах. Директор Центра безопасности дорожного движения Игорь Суворов отметил, что комплексы фото-видеофиксации появятся на перекрестках во Владимире, Александрове, Коврове, в Собинском и Судогодском районах, а также на трассе Владимир-Юрьев-Польский. К 2024 году общее количество камер должно увеличиться до 133. Ковровский борец Дарья Николаева завоевала два золота на Кубке России. Девушка выступала в дисциплинах грэплинг и грэплинг-ги весовой категории 71+. В ходе шести схваток смогла победить трех соперниц, что обеспечило девушке путевку на чемпионат Европы. Кстати, он будет проходить в феврале следующего года в столице Италии. Всего в соревнованиях принимало участие около 150 спортсменов из разных регионов России. Золотые ворота теперь и в Москве. Миниатюрная копия памятника древнерусской архитектуры представлена на выставке «Россия в миниатюре». В экспозиции принимают участие самые популярные архитектурные сооружения России. На выставке они представлены в масштабе 1 к 50. Все копии выполнены с высокой детализацией. Экспонаты сделаны из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров и барельефов сооружений. В центре внимания молодежные инициативы. Председатель ЗАГС Собрания встретился с активистами Молодежной Думы при областном парламенте. Среди обсуждаемых тем – законодательная инициатива по обеспечению особых условий застройщикам, которые помогают решать проблемы обманутых дольщиков. Ее автором стала десятиклассница Любовь Долинская. Работа юной активистки даже отмечена дипломом первой степени во всероссийском конкурсе молодежных законотворческих инициатив. Научным руководителем девушки был Владимир Киселев. И любовь не скрывает решающую роль председателя ЗАЭС в ее победе. На каждом этапе проработки моей инициативы Владимир Николаевич оценивал мою работу с точки зрения правильности написания соотношения закона и моего предложения, моей инициативы. И, естественно, на каждом этапе я получала обратную связь и связывалась с ним непосредственно лично и через председателя Молодежной Думы. На встрече с младодумцами обсуждались и другие проекты. Например, ребята готовят законопроект, который ужесточает правила нахождения несовершеннолетних в интернет-кафе по ночам. Эта инициатива вполне может стать законом. Профильный комитет ЗАГС Собрания обсудит ее на ближайшем заседании. Работа с молодежью – важная составляющая деятельности ЗАГС Собрания региона, отметил Владимир Киселев. Мы создали при Законодательном Собрании и Молодежную Думу, которая у нас активно работает, и Совет молодых депутатов, и Школу молодого законотворца. И сейчас вот партия «Единая Россия» проводит большой проект, конкурс, кадровый резерв. Все это направлено на правильное воспитание молодежи, на воспитание инициативных, активных, патриотически настроенных молодых людей. Это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 36 66 66. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте www.6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Сегодня ночью у Владимира пасмурно ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 11 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, завтра днем у Владимирской области будет облачно, выпадут осадки. Столбики термометров покажут 14-16 градусов выше нуля. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Глажность воздуха 85%. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»